После крушения 17 октября 1888 года царского поезда императора Александра III в Борках, экспертная комиссия выявила серьезные технические недочеты в конструкции поезда и значительные нарушения основных правил его эксплуатации. На основании выводов этой комиссии было принято решение о строительстве нового состава для царской семьи. Уже 28 октября 1888 года высочайшим решением учреждается комиссия для решения вопросов, связанных с формированием концепции будущего царского поезда. Главным для комиссии стало определение типа новых императорских вагонов, их сравнительный анализ с имеющимися аналогами, эксплуатировавшимися главами европейских государств. Таким образом, в октябре 1888 года первоначально, речь шла о строительстве двух составов. Для внутренних и для заграничных поездок царской семьи. Составы задумывались как дворцы на колесах. В них наряду с роскошью и удобствами для путешествующих, должны обеспечиваться плавный ход и должный уровень безопасности. Для определения количества людей, сопровождающих императора в его заграничных поездках, охрана составила список пассажиров, обычно сопутствующих царю в его путешествиях. В результате было принято решение, что в состав царского поезда войдут 11-12 вагонов, общим весом около 400 тонн. Для постройки императорских поездов, был образован особый высочайший учрежденный строительный комитет, и в ноябре 1889 года, было принято принципиальное решение, о размещении престижного заказа, на Александровском механическом заводе Николаевской железной дороги. Постройка семивагонного состава поезда была окончена, лишь в феврале 1896 года. Однако при первых же поездках выяснилось, что семи вагонов недостаточно. В результате, два вагона были построены уже в мастерских, Петербурга-Варшавской железной дороги. А третий, был восстановлен после вышеупомянутого крушения. Уже в ходе строительства первого поезда для заграничных поездок, было принято решение использовать его и для внутренних. То есть от идеи строительства двух поездов отказались. Для этого разработали процедуру смены скатов заграничной колеи, в 1435 мм на русскую, в 1524. Первоначально, смена скатов на каждом вагоне, занимала до трех часов. То есть на то, чтобы переобуть весь состав, уходила до трех суток. Поэтому для ускорения процесса, на пограничной станции Вершболова в 1903 году, установили специальный вагоноподъемник. Который кстати обошелся казне, в 206 тысяч рублей. Это около 250 миллионов в современных рублях. Вагоны в составе поезда, предполагалось распределить следующим образом. В первом, электростанция с обслуживающим ее персоналом. Второй, вагон багажный. Третий, с купе первого и второго класса, предназначался для обслуги. В четвертом, в семи купе, располагались первые лица царской свиты. Пятый, на шесть купе, занимали министр императорского двора, командующий главной императорской квартирой, начальник охраны, гоф-маршал, лейб-медик, и одно купе запасное. Шестой вагон, также на шесть купе, был дамский. Два купе великокняжеских, и два одноместных для фрейлин. Двухместное купе для камеристки-императрицы. Восьмой и девятый вагоны именовались императорскими. Восьмой был спальным. Там устроили опочивальню императора из нескольких спален. Каждая спальня, имела три окна. В девятом вагоне располагались императорский салон, и рабочий кабинет царя. А в десятом, находилась императорская столовая. Здесь было три отделения. Столовая, закусочная, и буфет. Два замыкающих состав вагона были хозяйственные. В одиннадцатом располагалась кухня, а в двенадцатом, располагались купе второго класса для четырех поваров, и четырех официантов. А также четырнадцать спальных мест для прислуги, и шесть мест для казаков охраны. Позже, был добавлен еще один вагон, используемый как церковь. Средний вес вагона, составлял около сорока тонн. То есть с давлением тележки на рельсы в двадцать тонн. А например у вагона опочивальни, давление тележки доходило до двадцати трех. Длина вагонов между наружными кромками буферных брусьев, составляла восемнадцать метров. Вагонов опочивальни и детский, девятнадцать и шесть десятых метра. Высота вагона внутри два девяносто, а ширина два метра и девяносто четыре сантиметра. Тележки использовались двухосные, снабженные тройной системой ресор. Аскаты были усиленные. Между собой вагоны соединялись стяжками улингута, а для удобства прохода из одного в другой, имелись межвагонные переходы с кожаными мехами. Для освещения, первоначально рассматривался вариант с газом, но после некоторых колебаний, устроили электрическое. В каждом из купе, оборудовали светильники в стиле модерн. Установленные в них лампы накаливания на 8, 16 и 25 свечей каждая при напряжении, 50 вольт, работали от динамомашины и аккумуляторов. На случай порчи динамомашины, в вагоне кухни была аккумуляторная батарея, обеспечивавшая освещение всего поезда, в течение трех часов. Всего же, в поезде насчитывалось 200 штук электрических ламп. В дневное время, кроме окон, свет в вагоны попадал и через потолочные окна фонари. Для связи, между всеми вагонами смонтировали телефонную сеть. Сначала, вагоны были оборудованы телефонами фирмы Сименса и Гальски, а позже, их заменили телефонами Эриксона. Отопление поезда было паровое, с небольшими котлами, установленными в семи вагонах. Вагон без собственного котла, топился от котла соседнего вагона. Все вагоны поезда, имели одинаковый наружный вид. Окраска вагона в темно-синее, с тонкой золотой отводкой по штапикам, закрывающим швы филеночного железа. Последний слой лака слегка зашлифовывался, для смягчения слишком сильного глянца. Крыша, для защиты от нагревания была выкрашена в светло-серый цвет. Тележки, были черного цвета с золотой отводкой, по контурным линиям. Колеса же, выкрашивались по правилам общего соглашения. Надписей на вагонах не было. Однако каждый вагон имел свою литеру, обозначавшую назначение вагона. Например, СЛ-служебный, Д-детский и так далее. Роскошь, с которой были отделаны вагоны, впечатляет. Вся отделка из лучших материалов, и по последней художественной моде. Красное полированное дерево, французский биметалл, серебро, кожа и другие материалы, позволившие декораторам, превратить царский кортеж на рельсах, в идеальную комбинацию комфортабельного передвижения и рабочих функций. Особенно часто, императорский состав использовался царем в годы, Первой мировой войны. Фактически, с 1915 по 1917 год, императорский поезд, стал одной из постоянных резиденций последнего императора. В поезде же и подписал Николай II свое отречение, 2 марта 1917 года. К сожалению, судьба всех роскошных царских вагонов, оказалась печальной. Большая их часть, была утрачена в огне гражданской войны. Уцелевшие же вагоны, были разрушены, в 1941 году, во время Великой Отечественной. Сегодня, на территории России, не сохранилось ни одного из подлинных императорских поездов.